В ассортименте снаряжения Remington есть очень много различных рюкзаков. Это и туристические варианты, и охотничьи, и тактические. Все их рассмотреть в одном обзоре практически нереально, поэтому попробуем разделить на некоторые категории. Например, в данный момент рассмотрим более компактные версии рюкзаков, где-то объёмом 10 литров, который можно отнести к тактическим вариантам. Например, вот такой образец цвета хаки, хотя есть и в чёрном исполнении. Это двухлямочный рюкзак. С обратной стороны имеются две лямки, довольно широкие. На обратной стороне лямок мягкие вставки по всей длине. Сзади на кармане имеется система MOLLE, на которой можно закрепить соответствующие различные подсумки, которые также предназначены для крепления системы MOLLE. Кроме того, такая система также имеется в том числе и на самих ремнях, поэтому даже на ремне спереди можно закрепить подсумки для радиостанции или для ножей. Рюкзак имеет одно основное отделение на молнию, также дополнительное отделение в виде следующего отделения накладного кармана, и ещё два кармана поменьше. Один совсем небольшой и другой средних размеров, который также застёгивается на молнию. Следующий вариант рюкзака более вместительный. Это где-то уже на 15 литров, выполнен в чёрном цвите. Также имеется система крепления MOLLE. И кроме основного отделения, имеются также два накладных кармана на молнию. У каждого кармана по две молнии. Сбоку рюкзаков расположены также ещё два вместительных продолговатых кармана. На ремнях в верхней части имеются специальные вставки из кожзаменительных. Он не скользит, поэтому надёжно держится на плече. Кроме этого ещё есть такой поясной ремень с двумя такими ушами, который дополнительно поддерживает рюкзак. Внутри в основном отделении есть также место для гидратора. И на специальный кармашек через отверстие выходит отверстие шланга гидратора. В ассортименте тактических вариантов рюкзаков есть также однолямочные рюкзаки. Вот такой вариант. У них всего одна лямка плюс поясной ремень. Есть, например, в чёрном варианте исполнения. Второй вариант. Это цвет хаки. И третий. Более светлый вариант. Который обычно называют цвет олива. Довольно удобный, кстати, вариант. Как бы совмещают достоинств рюкзаков и сумки. На лямке с обратной стороны тоже мягкие вставки. Имеется такое дополнительное ухо, которое также облегает пояс. И плюс дополнительный поясной ремешок. Сбоку очень вместительный боковой карман. Например, в него можно половить довольно большую бутылку для воды. Как обычно у всех рюкзаков одно большое вместительное основное отделение. И плюс два накладных кармана. Верхний подолговатый и среднего размера, на котором также имеется крепление молли. Есть также с внутренней стороны одно потайное отделение для более каких-то плоских вещей. Внутри, кстати, у этого рюкзака также имеются еще два кармана с потайными отделениями. И следующий вариант. Это уже рюкзак с цифровым камфляжем. В нем сразу уже имеется гидратор. То есть специальная емкость резиновая, в которой наливается вода. Имеется специальный краник. Крышечка. И можно по ходу движения сразу утолять жажду. Также имеется основное вместительное отделение, где располагается сам гидратор. Два боковых кармана. Накладной небольшой кармашек. На всех рюкзаках имеются специальные клипсы. И производится регулировка для более удобного ношения. Продолжение следует... Продолжение следует...